Аллилуйя! Слава Иисусу Христову! И драгоценный народ Божий! Сегодня у нас в гостях пастор Валера Маховик, благословенный муж Божий, который служит в колониях в Украине, и у него много плодов, и люди, они меняются их жизни, меняются, знаете, вот когда человек в тяжелых обстоятельствах, когда человек живет во дне, и потом попадает в Божье присутствие, и такой контраст явный, да? И вот когда там, где темно, Иисус сказал в своем слове, да, отделю козлов от овец, одних поставлю по правую сторону, а других по левую, и скажу тем, которые по правую, войдите в радость господина моего, говорит, вы меня напоили, накормили, посетили, был в темнице, посетили, был в больнице, перевязали, да, накормили, говорит, колумбы это, одного из малых всех, были в темнице, меня, вы меня посетили там, был там голодный, кто-то накормил, да, и пастор Валера, это тот человек, который посещает людей в темницах, и слово Божье, оно достигает до темниц, да, и сейчас проходит много служения онлайн, и когда в темнице проповедуется слово Божье, да, и свет Божий, и свет Божьего слова, он сейчас проповедуется в твоем доме, вот ты там, может, в какой-то машине дома, там сидишь на словах Божье достигает тебя, и сейчас особое время, приготовь свое сердце для слышения слова, и пастор Валера, да, у него такое послание, послание Божьей любви, Божьей славы, да, и воздавление, приглашаю, передаем тебе жезл, микрофон, мы рады, что ты с нами, и для нас слово, и поделись. С радостью, с радостью поделюсь словом. Приветствую вас, драгоценные, всех очень рад, может, кого-то не вижу, но в духе мы все вместе, все соединены воедино, и, конечно, но мы все равно здесь все, все во Христе, все, кто во Христе, мы все здесь, Аллилуйя, дорогие, ну, конечно, много, много таких слов хороших, я очень благодарен Богу за то, что, ну, есть такие слова, и мой адрес может быть, ну, много, сто процентов, потому что, ну, все, что хорошее есть в моей жизни, это все Иисус, это все Дух Святой. Как Павел говорил, что, ну, я больше всех вас потрудился, впрочем, не я, но помазание, которое со мной, которое на мне, и благодать, которая действует в моей жизни, и это все Иисус. Знаете, ну, сколько уже, вот столько лет уже с Господом, и всегда, когда вот говорят, твой адрес, что ты там сделал то, сделал то, сделал то, какой-то вот, сам себя поймал на мысль, что какой-то вот, ну, все равно, что-то вот, ну, неудобно, как-то мне, потому что, ну, все-таки, это не я, даже то, что я сделал, тем более, сейчас, в последнее время, немножко изменился, формат служения, и немножко по-другому все происходит. Ну, конечно, мы все равно посещаем онлайн служение, и посещаем пересылки, ну, посылаем, кое-кому тоже высылаем что-то, и есть телефонные разговоры, и есть много общения, и, конечно, хочется жить для того, чтобы нести Евангелие, чтобы нести свет. И последнее служение у нас было в колонии, в женской, и там была такая тема интересная, вот она немножко меня вдохновила самого, и назвал ее «Несущая конструкция жизни». Вот есть какая-то конструкция во всем, вот любое здание, любое, ну, я не знаю, что, компьютер возьми, у него тоже есть какая-то конструкция, возьми свою жизнь, тоже есть конструкция, какая-то в жизни. Вот я сейчас зачитаю, что такое конструкция вообще. Одну секундочку. Есть определение, что такое конструкция. Вот «Несущая конструкция — это совокупность конструкций здания или сооружений, которые стратегически, взаимодействуя, выдерживают нагрузки, обеспечивают прочность и устойчивость постройки». Остальные конструкции здания называются ограждающими, самонесущими. То есть, может быть, сухо так, ну, правило, вроде бы, сухой такой слог, но вот если объяснить, несущая конструкция — это какое-то вот, ну, что-то, основание какое-то, которое помогает держаться вот всей конструкции. и, ну, тут в здании, да, а я бы вот назвал, что есть в жизни несущая конструкция, есть вообще несущая конструкция того, где мы находимся с вами. Жизнь вообще так интересно устроена, и она, знаете, вот казалось бы, Бог — совершенный строитель, и Он — совершенный конструктор, и Он сделал такую конструкцию, вот представьте, Земля уже столько лет, она вот стоит, подвешена, висит ни на чем, звезды, все вращается, вот все это движется, постоянно в движении, мы даже, ну, не можем осознать, как это, что в это время вращение, огромная скорость вращения самой Земли, и вокруг своей оси, и вокруг Солнца, и это все постоянно происходит. И Бог, вот Он создал такую конструкцию, что в совершенстве работает все это мироздание, и представьте, неужели у Бога не было вот той мудрости и совершенства, чтобы сделать и жизнь совершенной? Почему же тогда, если Он сотворил совершенный, прекрасный мир, вот эта конструкция была настолько, Он даже когда сделал, сказал, весьма хорошо? И почему же, что случилось, что произошло, что мы сегодня живем в таком мире, в котором вот хаос такой, войны вот эти, неуверенность в завтрашнем дне, столько смертей, болезней, и это повторяется, вот интересно, что если проследить прошлый век, допустим, 20 век, было две мировые войны, ужаснейшие войны, сегодня идет еще одна мировая война, уже в 21 веке, в 19 веке свои войны были, и каждый, вот каждое столетие, и по сути даже не только столетие, постоянно идет война, постоянно болезни, постоянно идут, даже знаете, просто есть ссоры, скандалы какие-то в семьях, и что же такое, почему, если Бог сделал совершенную конструкцию, что же произошло? И знаете, я вот немножко так, несколько пунктов таких отметил для себя. У каждого человека своя реальность. Вот это первая причина, почему этот мир несовершенный. Мы сейчас коснемся еще как Бог его сотворил, но вот хочется немножко остановиться на том, что человек сделал. Вот посмотрите, мы живем в конструкции, где существует конфликт реальностей. У каждого человека есть своя реальность, и у каждого из нас, у каждого из нас с вами есть своя конструкция жизни, есть несущая конструкция нашей жизни, лично моей жизни. Вот есть конструкция лично твоей жизни. Вот просто, ну, задумайся, есть действительно какие-то основания жизни, которые помогают тебе выстоять в трудностях, которые помогают тебе развиваться, помогают тебе как-то осмысленно себя вот, ну, ощущать в этом мире, достигать целей каких-то, куда-то стремиться, что-то делать. И это же все есть основания на это. Но вот каждый человек, он имеет свою реальность. Что-то произошло. Этот мир, где мы все, вот все мы как-то вот в конфликте, постоянно в конфликте. Неужели Бог створил такой мир? Вот я это все к чему говорю, чтобы, мне хочется, чтобы вы понимали, о чем речь будет. Вот смотрите, есть творец, совершенный Бог, и он сотворил что-то. И мы попали в этот мир и в эту конструкцию, сотворенную Богом. И здесь почему-то вот, ну, вот так вот, все несовершенно. И все вот так вот. И что же произошло? Почему? Почему наша реальность, реальность нашей жизни, она вот такая? Уже столько лет, тоже посмотришь, тысячи лет. Вот сначала до Иисуса Христа, там, четыре тысячи лет. Потоп, всевозможные вот эти войны, всевозможные вот эти, уничтожения целых народов. И все это, вот, ну, написано, что когда пришла полнота времени, вот тогда пришел Иисус. Ну, я сейчас не буду о полноте, а хочется просто вот этот момент, чтобы мы уяснили. Смотрите, после того, как пришел Иисус Христос, что-то изменилось. Должно было что-то коренным образом измениться. Но изменилась ли жизнь после этого? Изменилось ли что-то на самом деле? Вот если посмотреть, то вроде бы не сильно изменилось. И в чем же причина? Неужели даже жертва Иисуса Христа, она не принесла ничего в эту конструкцию жизни, что сделало бы ее другой, сделало бы ее на самом деле, ну, реально счастливой, чтобы люди переживали царство Божье здесь на земле? И, кстати, мы видим, что это есть, это всегда было, в любые времена, даже сегодня есть много свидетельств об исцелениях, много свидетельств, где человек при смерти, он восстанавливается и потом начинает жить. Даже в больницах люди, которые не знают Бога, представьте, у них даже там врачи даже говорят, что тут много таких больных, которые должны были бы умереть или какие-то непоправимые, ну, должны были бы в здоровье произойти перемены, но они как-то выкарабкались и как-то вот восстановились и жизнь их продолжается. И представьте, вот этот мир, где все настройки несущей конструкции жизни, они просто поломаны, они поломались. Как это произошло? Почему они поломались? Вот второй пункт я хотел отметить. Первое, значит, у каждого человека своя реальность и своя конструкция жизни, а второе, есть одна совершенно несущая конструкция жизни, это жизнь Божьей реальности. и Божья реальность это любовь, любовь Божья. И несущая конструкция жизни Божьей, она и есть любовь. Вот то, на чем все стоит, все на чем установлено, устроено, вот как я читал, вот это определение конструкции, что оно выдерживает все нагрузки, обеспечивает прочность и устойчивость всего, что есть в жизни, вот это и есть любовь. И знаете, когда мы так просто говорим, кажется, ну, подожди, ну, любовь, любовь, и вроде бы все хотят любви, все любят, и все вот, ну, я всех люблю, стараюсь всегда в любви быть, и все равно есть кто-то, кто мной недоволен, есть кто-то, кем я недоволен, хотя в любви же этого нету, не может быть. И мы приходим к тому, что произошли, вот эти настройки поломались, эта конструкция, она нарушилась, каким-то образом разрушилась все. Бог сотворил совершенный мир и поместил в него человека. Бог устроил все очень хорошо. И Божья реальность это чудесная, безопасная и прекрасная конструкция. Интересно, что когда Адам и Ева, вот когда Бог сотворил их и поместил в этот мир, созданный им, что там происходило? Посмотрите, первое, они были одеты всегда в славу Божью. Они никогда не задумывались, что они голые, что им нужна какая-то одежда. Это было в совершенной конструкции Божьей. Это было в любви, когда они были покрыты славой Божьей, когда они жили в присутствии Бога. Вот второе, они всегда были на связи с источником жизни, с любовью. Они всегда могли получать любовь. Дальше, они ничего не боялись. Они вообще, там понятие страх вообще не существовало. Что-то, чего-то бояться этого не было просто в природе. В этой совершенной конструкции страх отсутствует. И смотрите, какая-то нужда, её там нет. Никакой нужды нет в этой конструкции. Они наслаждались жизнью в саду в Эденском. Даже название Эдем это наслаждение. Я думаю, все уже знают. Я когда-то узнал это ну лет десять назад. Первый раз узнал. Хотя уже верующие двадцать лет. И я узнал первый раз, что Эдем в переводе это наслаждение. И меня сначала это даже как-то немножко, ну я не знаю, я как-то не мог даже воспринять, как это наслаждение. Не понял. Мы должны тут трудиться, должны тут для Бога умирать. Должны тут идти до потя лица со скорбями, со всякими. Ну мы же читаем в Библии эти все вещи. Что многими скорбями надлежит войти в Царство Божье. И знаете, ну когда ты читаешь так, не размышляя, ни о чем, не думая, вот даже этот текст, где Павел говорит, что многими скорбями надлежит войти в Царство Божье. Он говорит это после того, как его побили камнями. Побили, насмерть убили и выкинули труп за город. И он, ну потому что пошел к иудеям, ему Иисус говорил, пойдешь к язычникам, не ходи к иудеям. Ну он пошел к иудеям. И вот ну как всегда в любом городе его встречали и сначала интересно, потому что он ну хорошо мог рассказать, он знал слово очень хорошо. Но потом, когда он говорил Евангелие, иудеи сразу же видели, что нет, это какой-то не тот. И они его просто побили камнями и выкинули его. Интересно, что вот смотрите, в этой конструкции, где все вот война, везде каждый воюет друг против друга. Где все, вот даже вы знаете, даже христиане, вот если вы будете честными, если посмотрите вообще, даже христиане между собой все время какие-то вот ну тот хороший, тот плохой. В ту церковь можно ходить, в ту нельзя. Те нормальные, те ненормальные. Вот эти все оценки. И представьте, Павел тогда, он вообще, ну он даже в церквях, которые он открыл, ему приходилось ну защищать свое апостольство, потому что тоже слухи были. Приходил кто-то и говорил, Павел он никакой, вот есть высшие апостолы, вы не слушайте его. А он пришел, он им Ивангелие рассказал, он им жизнь принес. Он их познакомил с Богом, который есть любовь. Но у них появилось из-за чего? Потому что кто-то сказал что-то плохое в его адрес, и они, он и письма писал, и сам приходил там, ну много было, мы читаем в посланиях очень-очень много таких ситуаций, где ему приходилось ну как-то вот отстаивать свое апостольство, как он говорит, и как-то ну объяснять все-таки, что мы не смотрим на Павла, на Аполлоса, на Кифу, потому что никто не умер за нас, а умер только один Иисус, кроме Христа никто не умер. И вот смотрите, я к чему это все веду. Адам с Евой они легко могли управлять мирозданием, они владычествовали. Вот представьте, Бог сотворил Адама и Еву из праха земного. Он взял из земли, сделал, мы говорим, из глины. Вот химики увидели, что в теле человека есть вся таблица Менделеева. Вот все известные химические вещества есть в теле человека. И это говорит о чем? что взято как раз из этого вот, из того, из чего создано все. Бог сотворил эту землю и потом из этой земли создал Адама. И представьте, это настолько было уникально. Он дал Адаму способность мыслить, он дал Адаму способность чувствовать, делать выбор. И Адам, он вообще, вот он же вдохнул в него дыхание жизни, он дух свой поместил в Адама из земли сделал из глины и вдохнул дыхание и он стал душою живою. То есть дух Божий был в Адаме. И он был соединен с Богом настолько реально, что это было продолжение Бога на земле. Адам легко назвал животных, сейчас мы даже не знаем всех названий этих животных, а он взял и всем им дал названия. Как это было, нам трудно даже представить. Но у него были сверхъестественные способности, которые передавались от Бога, Творца всего сущего, всего видимого и невидимого. Это же он все сотворил. И у него были все способности Бога, потому что он всегда ходил в его славе, он всегда пребывал в любви к Богу. И он всегда был на прямой связи с ним. И смотрите дальше. Он легко управлял мирозданием, он владычествовал и наслаждался жизнью в Эдеме. Он жил в наслаждении. Почему? По одной причине простой. Потому что он жил в совершенной конструкции. Несущая конструкция этой жизни, в которую он был помещен, была любовь. И Адам питался оттуда. Он даже деревья, это просто вкусовые качества, вкусовые рецепторы. Он просто это было для наслаждения тоже. Он мог жить даже без еды. Я уверен, что до грехопадения у него была совершенно другая структура всего. И посмотрите, как интересно. Бог сотворил его из земли и поставил управлять, владычествовать землей. После грехопадения мы читаем такие вещи, что земля перестала давать ему плоды свои. Интересно, как-то вот он управлял землей, он управлял всем, что происходит на земле. У него была ДНК в природе его тела, была заложена вся субстанция сотворенного мира. И он как-то мог мысленно, он мог передавать это, ему нужно было просто возделывать этот сад, пота лица не было однозначно. он наслаждался, когда делал что-то, я даже так представлял, допустим, идет, а там ветерком яблони, дерево сломалось, веточка упала, и он просто говорит ей, веточка, поднимись, и она поднялась и растет дальше. Ну это образно я говорю, ну как Бог, он же, он сказал и стало так. У Адама был полностью, вот он был подключен к этому источнику жизни, и он мог точно так же управлять всем этим миром. И что-то произошло, вот смотрите, что же случилось, почему этот совершенный мир, вот эта конструкция совершенная, почему она перестала работать? Очень просто, пришло какое-то другое знание, пришел змей, мы знаем, мы все знаем прекрасно, кто это, это сатана. Павел даже говорит, смотрите, чтоб как змей хитростью, чтоб вас тоже не прельстил сатана, нам же не безызвестны его умыслы. То есть, как он прельстил? Он пришел и просто поставил под сомнение то, что говорит Бог. И когда он сказал, что, оправдан ли сказал Бог? Ну, он, наверное, вас обманул, потому что он знает, что если вы укусите, то будете как Боги. Интересно, вот мы все понимаем, что Адам и был Богом, по сути. Он мог делать все, что хотел, и он функционировал как Богом, он был подключен к этому источнику. Его, вот если взять, допустим, компьютер, там есть материнская оплата в компьютере. И вот эта материнская оплата, она там заложена в нее все необходимое для того, чтобы он функционировал так, как он создан. Для чего он создан? Адам был создан, чтобы руководить всем физическим миром, чтобы через него Бог мог духом своим наполнять эту землю, просто вот чтобы весь физический мир стал царством Божьим. Но пришел дьявол, а теперь еще интересно, вот дерево познания. Смотрите, вот дерево познания, я слышу часто люди задают вопрос, зачем нужно было это дерево, зачем оно нужно было в этом саду? А простой ответ очень, очень простой. Но если бы не было этого возможности выбора, то Адам никогда не смог быть совершенным в любви. Он никогда не смог бы любить Бога так, как Бог любит его. Почему? Потому что Бог ничем не скован, у него нет никакой необходимости кому-то что-то доказывать. и допустим, он не хочет что-то делать, а его заставляют. Он всегда делает только то, что хочет. Но если у меня нет выбора, то я уже не могу быть свободным. И это дерево, оно по сути и было тем, чтобы подчеркнуть образы, подобие Адама, Богу. Что он тоже имеет свободный выбор, и он выбрал любить Бога. Он выбрал жить в этой любви и любить его всегда. И представьте, когда пришло сомнение, я вам сейчас сразу приведу аналогию с Евангелием, когда Евангелие говорит, что Иисус умер за всех, и все умерли, и когда он был погребен, мы все были погребены во Христе, и когда он воскрес, мы все воскресли со Христом, и ряд текстов есть в Новом Завете, где мы читаем, конкретно, не двухсмысленно, что это говорится обо всем человечестве. Иисус Христос, он, как первый Адам, в нем все согрешили, так в Иисусе Христе все оправданы. Как первый Адам, смотрите, у него не было никакого шанса, все, кто от него рождались, не было шанса, просто, потому что он отрезал себя от Бога, от источника жизни, и он не мог даже распознать, где обман, откуда ложь приходит. Если бы он тогда не я могу с него есть, но я не хочу, потому что я люблю Бога, то ничего бы не случилось, я не знаю, может быть, мы уже дожили до того, что в космосе были бы планеты какие-то освоены, и я не знаю, представьте, такие простые вещи, электричество, очень просто, его 200 лет назад еще не было, и люди сегодня мы без электричества не представляем себе жизнь, а 300 лет, белый Бог бросает, чтобы погубить тех, кто ему не угоден, это же тоже ветхозаветное понимание Бога, которое вообще расходится с истинным портретом образа Божьего, истинное лицо Бога, истинная сущность природа Бога, она не несет в себе никакой смерти, она не несет убийства, она не несет какого-то наказания в себе, а в нем любовь, вот это совершенная природа Божья, она сотворила этот совершенный мир, в котором человек просто он мог делать выбор, и когда он сделал выбор, что произошло, вот смотрите, после того, как он значит съел этот вредоносный несущий смерть вирус, я вот просто образно сказал, когда говорю, что в компьютере есть материнская плата, вот представьте, если вирус какой-то попадает в компьютер, то что он делает, он проникает в материнскую информацию другую вкладывает, через которую он может теперь влиять на все функции этой материнской платы, вот этого процессора компьютера, то есть он теперь со стороны может оказывать какое-то влияние, и этот вирус поражает компьютер, уже допустим хакеры могут через компьютер войти в другую систему банка какого-то проникнуть, и там деньги какие-то скачать, перевести не туда счета, проникнуть там государственную систему, и мы знаем, что есть такие периодически мы слышим то там, то там какие-то вот есть неприятные ситуации, взломы вот этих программ, и смотрите, то же самое произошло в эту совершенную программу, вот в эту несущую конструкцию, которую Бог создал, сотворил, проник вирус, и так как Адам, он был подключен ко всей системе мироздания, что-то нажалось, да, подержать надо, вот так, и представьте, Адам, он был создан так, что он легко мог управлять всем мирозданием, он был поставлен владычествовать, и теперь смотрите, что произошло, когда этот вирус проник в Адама, вот через Адама пошла вот это расстройство программы всей, всей этой конструкции жизни, вот этой, оно начало влияние приносить разрушительное, пагубное влияние на все мироздание, вот как, допустим, вот эта твердь небесная, ну как она могла, была-была, и тут вдруг проломались эти окна небесные, и все, и что-то же произошло в этом, в этом величайшем, вот как Бог придумал в этой схеме, в системе, в этой, что-то, какой-то сбой произвел, а кто мог влияние иметь на это? Адам был поставлен управлять всем этим, и через то, что, ну, потом рождались дети, и мы читаем, что зло нажалось на земле, и сердце было, ну, лукавое, и зло во всякое время, и злое было сердце человека, и мы видим, что потом пришел потоп, и, знаете, ну, я не хочу сейчас на этом застрять, эта тема серьезная, это нужно отдельно об этом говорить, но смотрите, когда проник этот вирус, то теперь что произошло? Адам и Ела стали зависеть сами от себя, если они раньше зависели от Бога, то теперь из-за вот этого вредоносного вируса они стали зависеть сами от себя, они увидели, что они наги, что они голые, то есть они потеряли одежду славы Божьей, они, значит, потеряли эту связь с источником жизни, и сразу увидели свою неспособность, несовершенство, увидели все свои слабые стороны, все свои те, что они не могут, вот эти немощи все, которые, кстати, Иисус немощи и болезни понес на себе наши, которые Адам, вот когда он, вирус этот проник, он ощутил эту немощь, он ощутил, пришли болезни, дальше, они стали бояться, это, ну вообще, в первую очередь мы видим, почему я в первую очередь об этом говорю, что первое, что мы увидели искажение, когда вирус проник, то они начали бояться Бога, и Бог сразу, когда говорит, я убоялся, и Бог сразу говорит, ты что, ты не ел ли ты оттуда, ты что, допустил все-таки этот вирус, ты не поверил мне, ты вот, я же тебя люблю, я же тебе все открыл, ты управляешь всем, и тебе нужно было просто знать, что это твоя свободная воля, свободный выбор, чтобы сейчас, вот смотрите, с Евангелем сравниваем, мы тоже имеем свободу выбора, свободу выбирать, во что мне верить, во что верить, потому что вера, это, знаете, сейчас мы дальше пойдем, вера это Иисус, вот сейчас вы увидите, Иисус это все, вот смотрите, все им, из него, для него и к нему, все им сотворено и для него, и все возвращается в него, и мы знаем, что если все, то это все, и нам еще предстоит, ну очень много удивляться, но вот третья глава послания Галатам, которую мы сегодня будем читать, вот здесь конкретно написано, что вера это и есть Иисус Христос, это и есть то, что произошло на кресте, то, что произошло, когда пришел и родился Бог в человеке, когда Бог, вот это, Он пришел с неба и стал как человек, Иисус, Он будучи образом Божьим, не почитал хищением, быть равным Богу, но смирил себя, представьте, это Бог, воплотившийся, ну в человека, мы конечно не видим в Писании, чтобы вот Бога воплощение, там было такие, но мы читаем, и мы же имеем разум, мы же имеем ум, и мы понимаем, что от Духа Святого был зачат Иисус Христос, которого пророки еще пророчили, пророчествовали, что Он придет, и это произошло, мы понимаем, что Бог родился, Сын Божий пришел на землю, и смотрите, что произошло еще, когда вирус этот попал, люди стали нуждаться в еде, в жилье, в отдыхе, представьте, они же до этого, не надо было им пахать землю, камни там убирать, земля давала им свой плод, земля легко питала их, но когда этот вирус проник, что-то произошло, и земля перестала питать их, она перестала давать им свои плоды, насыщать их тем, что им необходимо, то есть разрушение произошло, вот на мой взгляд, компьютер это очень хороший пример, разрушение произошло на каком-то уровне, что вот тело наше, оно потеряло вот эту взаимосвязь со всем творением, оно потеряло вот эту способность получать и руководить, и управлять, и владычествовать над всем, что Бог создал, что Он сотворил, хотя человек создан именно для этого. Значит, они потеряли способность управлять мирозданием, жизнь их превратилась в страдание, и они потеряли наслаждение жизнью, они потеряли Эдем, они были изнаны из рая, мы говорим, написано так в Писании, что они просто вышли из Эдема, и они потеряли наслаждение, они вышли из наслаждения. Представьте, дорогие, вот именно тогда началась эпоха дел и вознаграждений. Вот тогда, когда Адам потерял Эдем, потерял вот эту способность владычествовать и управлять, потерял вот эту способность получать от земли, от всего творения, от всей вселенной, от всего мироздания, всё, что ему нужно для того, чтобы царствовать на земле, чтобы прославлялось имя Божье на всей земле, чтобы утверждать царство Бога, он потерял эту способность. Хотя мы знаем, что даже звёзды ликовали, когда вот все сыны Божьи ликовали от радости, при общем ликовании утренних звёзд, и эти все места Писания, которые вот так или иначе говорят нам об этом, они показывают, что в сердце человека всё вселенное вложено, всё мироздание вложено в сердце человека. И представьте, человек мог вот изнутри себя как-то генерировать любовь Божью, которая и есть вот эта конструкция, несущая конструкция всей жизни. Но когда он принял этот плод, когда он съел вот это, и принял этот вирус, он потерял эту способность. То есть у человека пропала эта способность, и началась эпоха дел и воздаяний, дел и вознаграждений. Теперь им нужно было что-то делать, чтобы не умереть с голоду. Им нужно было что-то делать, чтобы одеться, чтобы не умереть от холода. Им нужно было что-то делать, чтобы защитить себя от всех вот этих сил природы, которые, ну, ветер, там, снег и всё остальное, все эти силы, которые, ну, не дают человеку спокойно жить и наслаждаться жизнью. И это только в начале. Потом же начали люди дальше рождаться больше, больше, больше. И у каждого человека своя схема жизни, у каждого своя конструкция. И вот этот конфликт, конфликт реальности, у каждого своя реальность, и все они конфликтуют друг с другом. Почему? Потому что потеряна связь с этой силой, которая вот всё создала, сотворила, с Личностью, с Богом, который и придумал это всё. И поэтому все эти проблемы пришли. Вот смотрите, апогей этой эпохи, эпохи дел и вознаграждений, это был закон Моисея. Там вообще, там люди, представители человечества, еврейский народ, это, ну, Бог обещал Аврааму, и он вывел этот народ, и он как обещал, так и сделал. И вот представители человечества, это они как вот, ну, как один народ были. И они представляли всё человечество. И они сами согласились, что, ну, значит, если мы исполним, то, значит, будем благословлены, если мы нарушим, значит, будем прокляты. И посмотрите, эта жизнь благословений и проклятий началась тогда. Это жизнь без Бога. Это когда люди, вот им теперь не нужен Бог. Представьте, зачем Бог, если Он знает, что Ему, Он сделает правильно, получит благословение. И когда что-то неправильно сделает, значит, наказание придёт. И люди, они вроде бы и нужен Бог. Они же Богу приносили жертвы, хотя Богу жертвы не нужны. Он говорит, что мне не нужны ваши кровоизлияния, вот эти излияния, вот эти пролития крови, крови животных этих. И жертвы приношения, я не хочу, они мне не нужны. Это же, это люди вот для себя сделали вот так, что мы теперь будем приносить жертвы. И если я согрешил, принесу жертву, убью другого животного вместо себя и буду прощён. И представьте, вот эта эпоха дел и воздаяний. Делаешь правильно, получаешь благо. Сделал неправильно, получаешь проблемы и проклятие закона приходит в твою жизнь. Это продолжалось до предшествия веры. Вот это длинное такое вступление, я немножко, может, скомканно, что-то вот как-то, не знаю, сложновато мне сейчас донести, но я понимаю, что Господь поведёт. Эта тема очень важна. Просто важно понять, что Бог создал один мир и потом всё это изменилось, всё пришло в искажение. И Писание нам говорит, что это было всё до предшествия веры. Вот если начать Галатом, давайте я прочитаю сначала 2 главу, 16 стих. Вот посмотрите, однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса. Чтобы оправдаться верою, смотрите, у нас написано «во Христа», а интересно, что в оригинале, в греческом языке, написано «верою Иисуса Христа». Вот, секундочку, сейчас я найду греческий текст и прочитаю в греческом. Хорошо. Это очень важные моменты, просто без этого понимания сложно будет вообще что-то понять. Значит, смотрим, секундочку, Галатом, вторая глава, 16 стих. Я сейчас включаю подстрочный перевод и читаем. Кстати, много переводов разных, и там в современных переводах вообще это звучит уже прямо. Но читаем, как же в оригинале. «Узнав, что не оправдывается человек на основании дел, закона, а только через веру Иисуса Христа». Представляете, одну разницу? Не через веру во Христа Иисуса, а веру Иисуса Христа. То есть, ну, есть вера, которая есть Иисус Христос. Есть вера, в которой вот до пришествия веры тоже была вера. Во что-то же верили. Люди же верили, что надо принести животное в жертву, чтобы Бог простил. И они, ну, какие-то вот законы должны были исполнять. Тоже нужна была вера. Но это не настоящая вера. Это не евангельская вера. Это не вера Божья. Вера Божья — это Иисус Христос. И все законы, и все остальное, это было для того, чтобы привести нас к этой вере. И дальше. И мы во Христа Иисуса уверовали, чтобы оправдаться от веры Христа. Представляете, у нас написано «от веры во Христа». В оригинале, вот здесь, это же греческого языка, перевод подстрочный. От веры Христа мы оправдываемся, от Его веры. Оказывается, не моей верой я оправдываюсь. Моя вера, она стала, когда я принял Иисуса Христа, когда я соединился с Ним, когда я и Иисус Христос стал одно тело. Он глава, а я его тело. И это, представьте, это есть вера Иисуса Христа. И человек теперь может делать выбор, как тогда Адам в Эдемском саду. Он может сказать змею, «Ты знаешь, я с Богом, я соединен с Ним, я в Его славе нахожусь, я живу в Его любви, я наслаждаюсь жизнью, и лучшей жизни Бога я не вижу и никогда её не будет». И Он мог сказать, «Не надо мне это дерево, и не надо мне то, что ты предлагаешь». Но точно так же само мы сегодня тоже можем… Как закрыть. Мы сегодня тоже можем какие-то… Слушай, не умею с этим пользоваться в телефоне. Я всегда выписываю. Так, секундочку. То есть, «Отдел закона» потому что не будет оправдан отдел закона никакая плоть. То есть, отдел закона никакая плоть оправдана не может быть. Если же желая оправдаться во Христе, оказались и мы сами грешниками, то неужели Христос грехослужитель? Не будет такого. Христос не грехослужитель. Когда люди говорят, что благодать, можно делать грех, это просто люди воспалённого ума. Это неправильное понимание вообще, что такое спасение и что такое благодать. Благодать, она научает нас жить благочестиво, праведно, свято пред Богом. А когда человек говорит, у меня благодать, я могу грешить. Это уже искажение программы. Это ещё один вирус и люди просто не понимают. Ну, Бог не наказывает, Бог не осуждает тебя. Но Он не оправдывает греха. Он не оправдывает, когда ты говоришь, что я оправдываю. Вот я же оправдан Иисусом Христом, поэтому я могу делать всё, что хотеть. Но я сейчас тоже не об этом хотел. Давайте пойдём дальше. Буду читать, в общем, из Библии, потому что в телефоне сложно. по несмысленные галаты. Первый стих третьей главы. Кто прельстил вас, не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как был у вас распятый. Сие хочу только знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере. Вот видите, через дела закона или через наставление вере. Вот это очень важно, этот вопрос, чтобы он всегда звучал у тебя. Если ты никогда не задумываешься над этим, то очень легко подумать, что если праведность не приходит, если ты грешишь сознательно, то тогда, значит, надо что-то делать, чтобы не грешить и чтобы заработать праведность. И опять ты уходишь уже в дела закона. А он говорит, смотрите, через дела закона не будет чудес в вашей жизни. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере? Так ли вы несмысленно, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь же, столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сей производит или через наставление в вере? То есть чудеса совершаются не через то, что ты исполняешь закон и то, что ты по закону живёшь и построил свою жизнь, а через то, что ты получаешь наставление в вере. То есть верой тебе нужно каждый день, отождествляя себя со Христом, понимать, что это живёт Иисус Христос. Чудеса могут происходить только когда Его жизнь проявляется. И дальше, он говорит, так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, проведя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестил Аврааму, в тебе благословятся все народы. И так верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно и всего написанного в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Вот я читаю сейчас, знаете, ну, можно останавливаться каждый стих, просто разбирать, но тут даже останавливаться не надо, все так просто и понятно, доступно написано. Вот если ты пытаешься делами что-то оправдаться, то оно не получается, ты не сможешь оправдаться никогда. Но если ты верой, то ты получаешь оправдание с верным Авраамом. Если Авраам оправдался верой, ты получаешь верой. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа и Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказанные потомкам, как бы о многих. Вот здесь мы приходим, что такое вера, почему вера это Христос. Смотрите, он говорит не как бы о многих, но как об одном. и семени твоему, который есть Христос. Значит, обетования мне никто не давал. Вам, дорогие мои друзья, никто обетования не давал. Обетования, данные Аврааму, они касаются только Иисуса Христа. То есть, только в Иисусе Христе, когда ты понимаешь, что ты во Христе и ты осознаешь это, и ты веришь в это. А представьте, как мне доказать, что я в это верю? Вот это вопрос такой, ну, часто люди задают, а как мне доказать, что я верю? А никак. Это невозможно доказать. Это твой личный разговор с Богом в твоем сердце. Вот представьте, все, что мы читали сейчас, оно приводит именно к этой мысли, к этой идее. И причем не идея, вот когда говорят, что христианство это значит такая религия, которая вот она лучше всего там Бога раскрывает. это обманутые люди, потому что христианство это вообще не религия. Христианство это жизнь Иисуса Христа в тебе. Это люди, которые действительно, вот вера это не религия. Религия это какие-то верования, которые люди поклоняются чему-то, они исполняют какие-то вещи и пытаются что-то получить. Это как Адам, когда он согрешил, когда он съел из этого дерева, он начал жить, пришла эпоха жизни законов и благословений. Дел, то есть, и благословений. То есть, он делает что-то и получает. Не делает, получает возмездие. И в Иисусе Христе этого вообще нет. Вот представьте, если бы мы это поняли. Если, ну, если мы, осознавая все доктрины богословские, все, чему учит нас, ну, церковь, все, чему учит, ну, какие-то богословия систематические, другие там все, ну, все направления религии, все, чему нас учит, вот просто подумать и понять, что не те вот доктрины, которые мы выработали, а только твоя личная жизнь с Иисусом Христом. Вы знаете, вот даже я не знаю, надо читать дальше. Что-то мне сложно сейчас донести эту мысль. Значит, Авраам, дабы обетования и семени его, не сказанной потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которая есть Христов, то есть Христу даны обетования, и я только в нём могу иметь эти все обетования. И почему иногда не получаем чего-то, или часто не получаем, или никогда не получаем, потому что мы пытаемся сами это получить, потому что мы пытаемся своей верой это найти, мы пытаемся показать, какие мы верующие, и ничего не получается, ты думаешь, ну, Бог, наверное, что-то меня, ну, что-то не так. На самом деле, это не вера. Вера — это когда ты во Христе. И это ещё, наверное, сложнее, да? Чтобы всё время понимать, что ты во Христе. Тогда ты вообще, ты в покое тогда находишься. Это то, к чему привёл Иисус Христос человечество, но человечество так и не вошло туда. Это вот то, чем мы занимаемся, для чего мы собираемся. Одна единственная цель. Не для того, чтобы красивое служение провести, и побуждение какое-то дать, чтобы идти куда-то, какой-то ветер ручей не подхватить, какими-то стихиями, века сего там быть увлечёнными. Знаете, вот как написано Ефесянам 6,12, что Нахабрай не против плоти и крови, но против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего. Представьте, начальства, власти, мироправителей, что это такое? Это же система, это же конструкция, это же несущая конструкция жизни, которую Бог сотворил. Она включает в себя эти системы, начальства, власти, они на небесах где-то, мы даже до конца не понимаем, что это. Но это всё, вот это должно через церковь, даже этим системам, всем, вот властям, начальством, этим мироправителям, вот этим, ну, всем вот этим стихиям века сего, даже им должно быть открыто через церковь, премудрость Божья. Только через церковь, больше никак не откроется. Но если церковь этого не знает, если церковь занимается чем угодно, но только не тем, чтобы возрастать в вере. Написано, что мы идём от веры в веру. Он говорит, возрастайте в благодати и в познании Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы в вере, переходим от веры в веру и ходим верой, учимся жить верой. И когда, ну, понятно, что, ну, я сейчас не призываю там всё бросить, всё физическое, потому что мы ещё, ну, вот я знаю одно, что мы все вместе только можем вырасти в этом. Мы все придём в единство веры. Не может так быть, чтобы один кто-то пришёл. Может, не до конца получается выразить всё, что, вот когда-то Павел говорил, что я был на третьем небе и слышал слова, которые не могу вам передать. Вот у меня иногда, вот сейчас у меня такое впечатление, я что-то не могу никак, не могу никак донести эти слова, которые хочется передать. А их невозможно передать. Только когда каждый лично, каждый лично, ты, дорогая сестра, дорогой брат, ты лично, никто за тебя это не сможет. Вот ты начнёшь взращивать в себе жизнь Иисуса Христа, жить этой верой. Вот тогда в твоей жизни лично начнут происходить какие-то вещи, которые Иисус будет производить. Потому что, ну, кроме Иисуса Христа, никто не может произвести плод в твоей жизни и сделать какие-то дела, чтобы сказать, что вот, посмотрите, какие плоды у этого человека, посмотрите, какие плоды там, какие плоды там. Вот это они бессмысленные, это пустота. Только плод, который принесён Иисусом Христом. А когда он принесён? Когда ты веришь, что ты и Христос одно. Когда ты понимаешь, что это Он живёт в тебе, что это не ты живёшь. И смотрите дальше. Значит, я говорю, что завета о Христе, прежде Богом утверждённого, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. То есть обетование, данное Аврааму, мы получаем все эти обетования по вере в Иисуса Христа. А там мы читали, вот я в греческом языке читали мы, что не по вере в Иисуса Христа, а по вере Иисуса Христа. Я принимаю эту веру. Я начинаю верить, как Иисус Христос верит. А Он верит, ну, мы говорим, я даже помню, когда-то и учил этому, потому что Богу не надо верить, Бог не верующий. Ему не нужно верить, Он всё знает. Но на самом деле есть Божья вера. В Марка там вот один раз говорится этот стих, хотя мы не строим доктринный, если один раз какой-то стих упомянут в Библии. Но когда мы дальше смотрим, если мы ходим верой, а не видением, если мы называем несуществующее, как существующее, если вера — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, если мы верим и потому говорим, и праведный своей верой жив будет, когда моя вера станет... Это же пророк говорил. Интересно, что Павел трижды берёт этого пророка, но он не говорит своей верой, а он говорит верой. И Павел, он веру евангельскую проповедовал, он сказал это, он этот термин вёл, вера евангельская. Представьте, то есть вера Иисуса Христа, вера то, которую Иисус Христос принёс. И дальше мы здесь это читаем. Ибо если закон по закону наследства, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал он и по обетованию. То есть закон, он не может отменить обетование. И ты можешь либо по закону, и для нас даже сейчас остаётся актуальным это. Представьте, тогда апостол Павел уже был ревнителем закона. Он учился, он много молил, и фарисеев, и он знал закон очень хорошо. И тогда церковь в Иерусалиме, она состояла, там была даже такая каста в церкви, ревнители закона, которые обратились ко Христу, но были и ревнители закона. И они приносили жертвы в храме после того, как приняли Иисуса Христа. Да, это вообще так интересно. Ну вот сейчас для нас, представьте, сделаем храм и будем жертвы приносить, животных убивать. Говорит, это Богу жертва. А вот первая церковь приносила в Иерусалиме жертвы. Иаков приносил, я не знаю, Пётр, он уже потом ушёл, потом опять возвращался. Интересно, что когда он с Павлом был, то он уже не приносил жертвы. Он уже ел с язычниками, и уже не надо было там ему исполнять закон, он не говорил, чтобы обрезались. Потом от Якова пришли, он начал опять там сторониться, и начал там опять закон говорить, исполнять закон, заставлять людей. Понимаете, что происходило? Это же церковь. И это только на заре, когда она только родилась. Сегодня 2000 лет уже прошло, и мы до сих пор, мы даже в это во внимание не берём эти вещи. Мы не берём во внимание, что у церкви было масса проблем, масса вопросов, которые церковь делала не по вере, а по тому, как она привыкла жить по своим традициям. Пусть они иудейские традиции, да. Сегодня из язычников, кто обращается, языческие традиции приносят церковь и просто верят в какие-то вещи, а не в то, что Иисус во мне живёт, а я в нём. Что я спасён не своей верой, а верой Иисуса Христа. И мне нужно просто, вот когда ты… Вот я ещё раз говорю, это трудно очень передать, по одной простой причине, что этому нельзя научить. Кроме Духа Святого никто этому научить не сможет. Только ты лично можешь сам, когда ты говоришь об этом с Богом, когда ты начинаешь просто… Знаете, есть такой приём, говорить сначала для веры. Ты начинаешь просто говорить для того, чтобы самому начать верить в это. Уже не я живу, живёт во мне Христос. Вот просто я, может, не верю в это. У меня было время, когда вообще мне трудно было. Я читал, где-то мог сказать в Духе, но как-то мне сложно было так мыслить. Ну, давно ещё. И потом потихоньку, потихоньку я начал… Ну, просто принял эту идею. Подожди, если апостол Павел так говорит, если вера, вот сейчас дальше мы будем читать, это Иисус Христос, а я принял его в своё сердце, значит, я могу смело говорить, что не я живу, а Христос любёт. Что моей жизни уже и нету. Потом я сталкиваюсь с какими-то обстоятельствами, вижу, это моя жизнь, моя семья, мои какие-то решения я принимаю. Причём они мне не нравятся даже какие-то решения. Я что-то сделал, потом думаю, зачем я так сделал? И получается, подожди, так что это Иисус? И у меня становится, смотрите, как будто добро и зла дерево. Я думаю, так верить мне дальше или уже не верить в Евангелие? Это хорошо или плохо, если я буду думать, что это Иисус? А представьте, если я верю, то я буду конкретно понимать, что это Иисус сделал со мной. Это Иисус через меня сделал. Это Он делал, а я просто в Нём прошёл через это. Представьте, это делает какой-то шаг в то, что ты вообще не можешь объяснить, в неизвестное. И это можно только действительно, когда ты примешь Иисуса Христа верою. Когда ты Евангелие примешь, а не дела закона какие-то, или дела благодати, дела церковные, или дела христианские. Дела разные. У нас есть масса всего, к чему можем сказать, смотрите, я же делаю, я хороший, благочестивый христианин, потому что я это делаю. Вот я когда-то тоже делал очень многое. Мне было чем похвастаться даже. И я потом потихоньку-потихоньку начал понимать, что, подожди, если даже что-то хорошее я сделал, если даже я смог послужить кому-то, и кто-то может быть благодарен Богу за то, что встретился со мной в своей жизни, и услышал что-то через меня, то это не значит, что это я был. Это был Иисус. Это только Он мог. Но смотрите, когда что-то было такое, где мне не стыдно перед Богом, я говорю, это Иисус. А когда я что-то сделал, и думаю, ну почему я так поступил? Ну я же мог по-другому сделать. И сейчас другой бы результат был. И я уже Иисуса куда-то дальше задвигаю. И это похоже, как правду ли сказал Бог? Понимаешь, Он говорит, а правду ли сказал Бог, что Иисус за меня уже умер, и я уже умер? Или может, это я еще живу, а не Христос? А правду ли сказал Бог, что когда Христос воскрес, то я родился как новый человек, и я уже новое творение? И уже во мне живет Сын Божий. Причем не важно, мужчина или женщина. Сейчас мы это прочитаем. И почему мы дети, Он говорит, сыновья и дочери все Божьи. Во Христе Иисусе. Дальше смотрите. Ибо если законам наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал, он и по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений. Представляете, как интересно. Закон дан был. Вот сейчас многие, я с многими сталкиваюсь с людьми, которые говорят, закон надо исполнять. Как это без закона? Вот адвентисты седьмого дня, в частности, другие есть там направления, что закон нужно исполнять. А тут читаешь, а для чего же закон? А он, оказывается, был дан по причине преступлений. Причем не нам сейчас, когда мы преступления делаем, а до пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в рукою посредника. Ого, так интересно. Закон рукой посредника написан. Что это Павел пишет? Вот просто так вот, если посредник-то при одном не бывает, дальше он тут говорит, но посредник при одном не бывает, а Бог один. Получается, закон Моисея преподан рукой посредника. Причем через ангелов. Павел что-то знал, он был на третьем небе, он что-то понял, что он не может передать даже. И я вам скажу, что даже сам я, когда эти вещи слышу в духе, а потом сталкиваюсь в жизни с какими-то процессами, я забываю об этом. Не то, что вам рассказать. Я сам для своей жизни даже забываю, как это применить. Потом где-то остановишься, оп, помолился и понял, восстановился. А вот представьте, насколько… Ну давайте дальше будем читать. Он преподан через ангелов рукой посредника. То есть, ну вообще тут, когда так читаешь, но посредник при одном не бывает, а Бог один. То есть какое отношение тогда Бог имеет к этому закону? Какой стих? 19-й, 20-й, 3-я глава. И очень интересный вопрос. Вот я просто… Знаете, у меня такая привычка интересная, может, я не знаю, странная, но я всегда читаю что-то, я задаю вопросы Богу. Я начинаю задавать Богу вопросы. Я начинаю спрашивать, подожди, а почему преподан через ангела рукой посредника? Когда я читаю Моисея, я там вижу, что первые стрижали, Бог вообще начертал, потом вторые, он тоже сам таблички сделал, отнес, там тоже вроде бы Богу отдал, и так написано, вроде бы тоже Бог написал их. А потом 613 заповедей, кто написал, вообще непонятно, но их тоже Израиль оценивает, как 10 заповедей, которые на дощечках, на этих каменных были написаны. И я потом смотрю, когда на горе Преображения Бог говорит, вот мой сын возлюбленный, его слушайте, что Моисей и Илья, это они свою функцию уже выполнили, их не нужно слушать. И, кстати, Моисей сам говорил, что пророка из среды тебя, Бог возлизнит вам, как меня, его слушайте. То есть он сам говорит, меня вы уже не будете, уже меня не надо будет слушать. Он был до времени, и он что-то сделал, свою функцию исполнил, там кратчайший человек, видел Бога, хотя Иисус говорит, что Бога никто никогда не видел, и не может видеть. Ну, он сзади там видел, и в сиянии ходил, там накрывал, чтобы не видели окружающие, что слава, то приходит, то и уходит. То же он выйдет сияющим лицом, все, а, Бог. А потом смотрят, пять минут прошло, смотрят, слава ушла. А не, а, так это Моисей. И он, представьте, чтобы, ну, чтобы они его там, ну, не побили, он надевал покрывало, спускался с горы, светанул, и покрывалом ходил. И они думали, что он все время там, лицо его сияет. Потому что он, по славе, лица его приходящие, покрывал покрывалом. Она приходила, поэтому он покрывал, чтобы не возмущался народу, и чтобы он мог ими как-то управлять, руководить ими. Адам, пока он не согрешил, он мог управлять, я не знаю, через мысль, или как он управлял этой землей, я не знаю, но он владычествовал на земле, звездами управлял, морями, ветрами, всем абсолютно. Иисус потом показал это, он ветру сказал, утих, морю пошел, как по земле. И потом, как он вознесся, это вообще уже после воскресения. Это, ну, без скафандра, без космического корабля, без ничего он взял и полетел в космос. И потом через стены, как он проходил, закрыто было, он, фу, и появился среди них. То есть какие-то есть способности, которые закрыты для нас, пока мы не начнем жить верой, пока мы не начнем жить Христом, вот этим Христом, потому что кроме как Христу, никому обетований нету. Когда через мою жизнь кто-то, я вижу чудеса какие-то, было по милости Божьей, это его благодать, что я пережил это, и для меня это очень важно. Я пережил, как я по молитве через возложение моих рук, Бог воскресил человека мертвого. И для меня это было, ну, очень важно, это уже давно было, но я это помню, никогда не забуду. И люди, которые были со мной, тоже помнят это. И это было действительно, это было, не передать словами, что это было. Когда люди с туберкулезом, я в троллейбусе встречаю, она говорит, ой, спасибо, что ты за меня молил. Я вообще не помню ее, она умерла от 30 килограмм веса. А я пришел, врачи говорят, идем туда, там умирает человек. Я пришел, руки положил, молился, что я там молился, не помню. А она восстановилась, выздоровела, и помнит, как я за нее, вместо нее говорил. Говорю, отец, прости меня, я грешница, прости меня, помилуй меня, я верю, что ты отдал сына своего за меня, очисти кровью своей, войди в мое сердце, живи во мне. Она даже говорить не могла, а помнит, как я вместо нее молился. И она ожила, и потом нормально женщина жить дальше продолжала. Причем это не один такой человек. Просто я их не записывал, и не было с ними таких контактов, чтобы сейчас привести и засвидетельствовать. И, ну, я не знаю, об этом и не думал никогда. И этого человека, который воскрес из мертвых, тоже, я не знаю даже где он, и что он, и что с ним вообще было после этого. Я не знаю этого ничего. И смотрите дальше будем читать. Через занял рукой посредника, но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Тут никак. И тут интересно, вот когда мы читаем, смысл такой интересный. Вот никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинна праведность была бы от закона. И нам кажется, что он говорит, да что, закон противен обетованиям Божьим? И он, нет, не противен. То есть, ага, значит, он хороший. Ну, кажется так, что закон нужен. А здесь, если вот в греческом почитать, и современные переводы, и подстрочный перевод, здесь смысл совсем другой. Он говорит, и так, закон противен обетованиям Божьим. Спрашивает, он может перечеркнуть обетование? Что он противен обетованиям Божьим? А папа говорит, никак. Он не может быть противен обетованиям Божьим. Он не может отменить обетование, которое было за четыреста тридцать не было. И оно не может, закон не может влиять на обетование Божье. Ты не можешь законам подтверждать обетование. Это невозможно. Он говорит, он не может изменить обетование никогда. Благословение во Христе Иисусе закон никак не может изменить и не можешь исполнением закона кто-то сделать добавить что-то что-то сделать так что получить что-то хорошее или наоборот не делать чего-то что плохое не пришло в твою жизнь это все за жизнь по закону дел и воздаяний которая пришла после того как адам этот вирус получил и потом иисус христос он пришел и он противовирусную систему принес нам если говорить просто уже образным языком он просто свою жизнь нам отдал которая управляет этим вирусом и ставит его на место и без его жизни я не могу манипулировать и как-то вот ну в регулировать это эти вирусы все я не могу только его жизнь может вам не это делать а его жизнь во мне может быть только когда я верю что это он живет они я и когда я сделал что-то не так то я сразу же себя ловлю на мысли я уже нет о господи где же ты помоги мне что же это не так сделал а я потом начал знаете как делать начал уже тоже когда вот начал эти вещи понимать и начал говорить господь а зачем ты это сделал попробуй когда-нибудь попробуй так еще не сам происходить моей жизни я просто позже а зачем ты это сделал и бог тогда мне говорит а потому что ты сейчас не видишь и не понимаешь а я это я это сделал я такой думать это да буду ждать потому что я понимаю что придет воздаяние за это от него по благодати придет потому что он ведет меня в землю правды он ведет меня в лучшую меже мы прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно для меня и я знаю что чтобы я не сделал это все в иисусе христе в совершенном иисусе христе если я это делаю то он делает не ну конечно понимаете если я начну сейчас пойду ну пойду грабить и убивать я думаю что я вообще все это потеряю я думаю что это да ну просто даже эти же мысли смотрите мне трудно и даже поделиться ими а представьте бог же может сделать так это же он вера моя и если я его опять отодвину как адам в дэмском саду послушался сатану и начал делать то что сатана говорит и отодвинул бога точно так же я сейчас если я возьму сейчас и пойду убивать кого-то и грабить я этим самым это двину просто бога и все и а бог кстати смотрите когда мы так думаем думаю подожди так и почему что даун тех кто грабит и убивает он и благословляет что же такое а потому что у бога есть общая благодать у него есть его вот почему он бог почему на иисус говорит что вы хотите быть сынами отца вашего небесного хотите так вот поступайте как он а он дает доброе и и и добрым и злым он благословляет и хороших и плохих и вы тоже молитесь благословляйте любите врагов ваших делайте все как отец делает небесная посылает дождик общая благодать для всех даже самый отъявленный там негодяй какой-то он пользуется всем тем же что и я и все остальные да и ты можешь пользоваться этим всем и смотрите дальше значит ну вы поняли что закон может быть противным божьим обетования может ли он влиять как-то на нашу жизнь никак не может понимать вот у меня было когда-то здесь вопрос что значит закон все-таки нужен ну что он противен божьим обетованиям никак значит как бы закон нужен на самом деле не он говорит да он не может противиться божьим обетованиям ты не можешь сейчас опираясь на закон как-то вот сказать вот я же сделал мне теперь бог должен дать никому ничего не должен бог никогда никому ничего не будет давать кроме сына своего иисуса христа если мы в иисусе христе а это возможно как когда я полностью отождествлил себя со христом сегодня мы приходим церковь приходит в это время я не знаю посмотрите даже на вот способности интернета вот ну интересно что сейчас такие вообще чудеса что вот можно в ю тубе там когда доходишь до какого-то если у тебя есть там страничка в ю тубе ты доходишь там миллион там подписчиков я не знаю сколько или там честно я не знаю точно но знаю что есть эта функция то там автоматически подключается перевод на языке разного ну разных народов сколько там языков то есть я буду проповедовать допустим на русском языке а меня будет кто-то слышать на украинском на немецком на английском причем моим голосом представляете будут говорить на другом языке это сейчас youtube такое выдает я кстати вчера только узнал я раньше не знал даже то есть смотрите когда дух святой сошел что произошло все начали понимать говорящих своими языками апостолы там начали молиться я представляю на языках что там была за молитва а все стояли из разных племен и народов раз разными языками каждый слышал и говорящих его на речи доктринальные вот ну там некоторые в церкви доктрины некоторых церквей они говорят что они говорили конкретно на языке там перечислены 16 языков и они говорили на этом языке конкретно хотя не знали их но говорили сверхъестественно но она там там этого нет но она не звучит там так если если будешь честным и будешь читать просто без предвзятости без того чтобы опираться на эту доктрину то ты увидишь что там они просто говорили как дух давал про вещевать и там но я думаю что там было такое все языка говорили 120 человек горница и все там на языках это а люди так смотрят там языки те огненные шум этот и ветер это мы и они что товара и все и каждый слышит как они прославляют бога на их собственном на речи и представляете это же дар истолкования иных языков просто проявлялся это был не просто иностранные языки они сверхъестественно заговорили а это проявились дары духа святого дар говорения иных языках и старый столкования иных языков и они сразу слышали на своем наречии и сегодня youtube уже это преподает представляете я буду на своем языке они будут слышать меня на своих уже до такого да а что дальше будет что через 10 лет будет я не представляю 10 лет назад мы еще ну 20 лет назад я еще даже не думал что можно будет вот взять телефон и поговорить там с америкой включить кого-то или там антарктиду может включить куда угодно кто-то в космосе там тоже можно видеть его он говорит и у тебя это в кармане представьте а что ну допустим я говорил электричество потом смотрите а там это вообще сколько тут 50 лет 70 лет до как атом рассчитан там пусть 100 лет там ну примерно начали заниматься раньше же никто не знал что он есть а сейчас на атоме на этом электричество всего там хватает и даже не частицы смотрите из-за того что не частицы есть они бомбы эти делают вот если кто-то смотрел фильм вот этот опен геймер как как он делал он был вовлечен потому что атом это открытие это такое ну я понимаю что бог дает людям откровение чтобы мы исследовали то что он создал сотворил и оборачивали все это для процветания для того чтобы делать ну чтобы богатство божье неследимое богатство от этой благодати божьей которая в грядущих веках бог обещает нам вот павел же конкретно говорит об этом это и есть грядущие века и она будет открываться больше и больше и больше мы не знаем еще чего там что еще есть такое что вообще перевернет всю жизнь что мы сможем какие-то органы просто доставать легко и ну сейчас даже уже много вещей такие что ну жизнь удлиняется по той причине что нашли как поддерживать какие-то органы искусственным путем человеческие органы а потом будет такой что вообще ты будешь вечно будешь жить будешь через стены ходить будешь эта земля наполнится славой божьей в сознании каждого человека сейчас она наполнена славой божьей но ее никто почти не видит единицы мало очень кто видит ее все видят что делает сатана ты видят и везде кричат везде кто-то сказал что вот эти все средства массовой информации это самое страшное оружие представьте если бы мы не знали вообще что говорят по средствам массовой информации жизнь вообще была бы другая я уверен что намного меньше болезней бы было потому что люди насмотрятся наслушаться потом размышляют думаю думать огорчение приходит сердце что-то там плохое приходи и начинают болеть психические срывы какие-то физические болезни разные это же все оттуда все из информации и я немножко остановился давайте дальше пойдем посмотрите как интересно но писание всех заключила под грехом вот тут вообще представьте кто-то говорит это бог нас заключил под 2 хон там оказывается не бог писание писание это не бог но писание вот писание ветхий завет да это это говорится кстати о ветхом завете когда здесь павел говорит писание всех заключила под грехом он говорит а ветхом завете это пятикнижие мосея пророки и И, значит, псалмы, поэтические книги. Представьте, он говорит, что это Писание заключило нас всех под грехом. Как? Через поступок Адама. Потому что грех — это и есть тот вирус, который проник в человечество и разрушает всё. Но Бог не даст это всё разрушить. Бог сохранит, Бог доведёт до того, что вот эти откровения сынов Божьих, которых ожидает всё творение, стяная. И мы сами стянаем, даже сами в себе ожидая усыновления тела. Нам так важно, чтобы тело наше обрело вот ту способность, которая была у Адама, когда Бог сотворил его. Он же, представьте, через тело Адам управлял всем видимым миром, всем мирозданием. Как это было? Сейчас я же говорю, что как перевод теперь? А как оно будет дальше? Там кто-то говорит, что чип какой-то вживляют, что уже теперь не надо даже кнопки нажимать. А теперь он подумал и уже напечатал в компьютере или в телефоне. И кто-то говорит, всё, это сатана. Представь. А я говорю, слушайте, это Бог открыл. Мы же сейчас, смотрите, чем дальше, тем меньше и меньше остаётся желающих идти воровать. Потому что везде камеры, везде всё. Ты пошёл, что-то сделал, тебя тут же вычислили, тебя поймали, в тюрьму закинули. Чем дальше, смотрите, вот эти войны, они всё равно пройдут, они утихнут. Всё равно зло уничтожит само себя и исчезнет с лица земли. Ленина того, что предадут земле этого тирана, ещё пел пророк когда-то Тальков, помните? Говорит, ещё пока не предан земле тиран, но он будет предан. Потому что там оттуда же это всё зло идёт. Это поклонение смерти. И оттуда идёт, вот смерть идёт по всей земле. И русские поймут сами скоро это. И всё это, ну это всё пройдёт, всё куда-то. Ну поймите, что вот то, что вот здесь, никогда не пройдёт. Вот это то, что говорит Бог. Вот Он говорит, а по пришествии веры, ой, то есть а до пришествия веры мы были заключены под стражей закона. До того времени, как надлежало открыться вере. Теперь смотрите, вот Писание всех заключило под грехом, а не Бог. Дабы обетование верующим дано было по вере Иисуса Христа. Тут тоже в Иисуса Христа, в оригинале, по вере Иисуса Христа. Обетование даётся по вере Иисуса Христа. А потом следующее, а до пришествия веры мы заключены были. Смотрите, кто это мы? Апостол Павел пишет. Евреи, я еврей из евреев, фарисей из фарисеев, из колена Вениаминова. Он говорит, мы были заключены до пришествия веры, до пришествия Иисуса Христа. Почему это говорю, сейчас увидите. Итак, закон был для нас, то есть для евреев. Для нас он вообще закона нет. Где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры, когда пришла вера, Иисус когда сказал на кресте, свершилась. Вот это Он уже и принёс веру. Вот это Он и стал верой. Он тогда и стал. Он умер. Теперь каждый, кто верит, что Он умер в Иисусе Христе, что Иисус умер за все Его грехи. И всё, что Он несёт своей смертью, смотрите, болезни, немощи, всякие проклятия, грех, всё-всё-всё уничтожил своей жертвой. Был погребён, а третий день воскрес, и воскресеньем оправдал всех нас, принёс праведность. Не просто помиловал. Помиловал, это значит, ты грешником был и пошёл, но тебя помиловали. Но ты всё равно такой остался. А Он оправдал, Он признал невиновным. Мы все признаны невиновными. Представьте, каждый из нас воскресением Иисуса Христа оправдан по вере Иисуса Христа. Если я имею эту веру, это оправдание во мне. Я праведен. И я буду смотреть на других, что они праведны. Дальше. Ибо все вы сыны Божьи по вере Иисуса Христа. И вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. По вере Иисуса Христа мы все теперь облеклись в Иисуса Христа, как когда-то Адам ходил в славе Божьей. И всё вот работало. Он мог мыслями вот всё делать. Он знал, как это делается. Потому что он был подключён ко всему творению. Он так создан был. А теперь мы во Христа облеклись, как в славу Божью. Но это же верой только. Это только верой возможно. И смотрите. Нет уже иудея, не язычника. Интересно. Не могу не остановиться. Уже нет ни иудея, не язычника. Представьте. Я уже буду заканчивать. Нет уже ни иудея, не язычника. Написано в откровении. Интересно во второй главе. Там последние стихи. Написано, что. «И дам ему власть над язычниками, будет жезлом железным пасти его, как сосуды горшечные, ну, глиняные сокрушать будет». Интересно. Подожди. Кто-то, ну, кто-то говорит неправду. Не может быть и так, и так. Если уже нет во Христе ни язычника, ни иудея, то как это там написано, что «а вот побеждающему дам?» Ну, у меня вопросы. Я просто задаю вопросы Богу. И я, ну, есть масса ответов. Просто, ну, в двух словах ты не объяснишь. И, конечно, я понимаю, что это все вызывающие вещи, я говорю сейчас. Потому что, ну, книга «Откровение», она вообще очень интересная книга. Там написано семь раз, что все эти события, которые там описаны, будут скоро. Не запечатывай книгу эту, потому что скоро всему надлежит быть. Семь раз полнота Божья, где написано скоро. Две тысячи лет прошло, мы все ждем того, что там написано. В книге Даниила написано было, не скоро будут эти события, и запечатай книгу сию. И потом написано 490 лет. То есть 490 лет — это не скоро, а две тысячи лет — это скоро. Интересно? И потом интересно, что во Христе язычника иудея уже нет, а он там говорит, если будешь, значит, все правильно вести себя, по делам, по своим докажешь мне. А он здесь говорит, дела вообще не имеют значения. Только вера, Сына Иисуса Божьего, Сына Божьего, Иисуса Христа. А он говорит, что делами докажешь, тогда дам тебе власть над язычниками. Так подожди, язычники иудеи есть еще или нет? Павел говорит, что нет. А вот там Иоанн Богослов говорит, что это Иисус Христос ему сказал. И я понимаю, что это вообще, ну как это, это же Писание, нельзя же, все принимай, как там написано. Да нет, я задаю вопросы. Может, я в чем-то неправ, может, я где-то неправильно понимаю. Я верю, что Бог откроет меня и дальше будет открывать. Но я задаю вопросы, почему? Как это, если Иисус за всех умер, как теперь Он будет убивать кого-то еще, если Он уже, уже все смерть пережили в нем? А теперь, кто не поверил, Он теперь еще раз будет их убивать. Тоже вопрос огромный. Тогда Бог, подожди, ну написано вообще-то, что Он не человек, чтобы лгать, и не Сын Человеческий, чтобы Ему изменяться. А тут уже, как бы, вроде бы и переменчивый какой-то происходит, какие-то перемены. Дальше, смотрите, нет ни юдей, ни язычника, нет ни раба, ни свободного. Тут говорят, я раб Божий. И с таким благовением, а мы рабы. А Павел тут даже в 4 главе вообще говорит, что, смотрите, есть одни рабы, которые от Агари, а есть сыны, которые от Побетования. То есть, если Побетование, ты уже не можешь быть рабом. Если ты в своем сознании еще раб до сих пор, то ты не по обетованиям, ты по закону пытаешься бессмысленные вещи делать. Просто-напросто, вот и все. А Павел говорил? Ну, Павел говорил, да. Но он говорил и это. А Иисус, я больше слушаю Иисуса Христа, Иисус сказал, что я не называю вас рабами, потому что сказал вам все, что слышал от Отца, и теперь вы мне друзья, потому что я вам все открыл. А потом говорит уже после воскресения, говорит, а теперь вы уже не рабы, не друзья даже, а вы мои братья. Я иду к Отцу моему и к Отцу вашему. Бог мой, Бог ваш, и мой отец, Он и ваш отец. И говорит, он не стыдится называть нас братьями. Так теперь, ну, я теперь, смотрите, должен сделать для себя выбор. Каждый человек должен выбрать для себя. Или называться рабом, или по вере Иисуса Христа называться сыном. Это только от тебя лично зависит. Никто не может никому навязать. И если, допустим, в какой-то церкви, какой-то динаминации принято считать себя рабами, то ты не можешь оправдаться, что это мы 11 так говорили, и я так говорю. Вера каждого лично. Дерево, вот это познание добра и зла, оно же определяет свободу выбора, свободу воли твою. Что ты можешь свободно или любить, или бояться Бога. Ну, невозможно любить и бояться, это невозможно. Если ты боишься, ты уже не можешь быть совершенным в любви. Если ты любишь, ты уже не можешь бояться. Сколько раз я задавал этот вопрос Богу, сам себе, другим людям. Я понимаю, что любой мыслящий человек и верующий в Иисуса Христа, верующих в Сына Божьего, он понимает, что нельзя любить и бояться. Ты будешь либо любить, либо бояться. Если ты будешь бояться, ты не будешь любить. Ты будешь любить, но будешь натягивать это, там, где страх еще остается, там, где боясь какая-то, ты будешь натягивать любовь. Дальше. Нет ни раба ни свободного, нет мужского пола, ни женского. Ну, это же вообще непонятно. Ну, как это? Вот же женщины сидят, а мужчины сидят. Ну, как? Есть же получается. Но я по вере Иисуса Христа смотрю, что уже нет различия. Я уже мою жену не считаю третьим сортом каким-то. Она такая же, как и я. Такая же наследница обетований. И мы, ну, ничем никто не выше, не ниже друг друга. И уже во Христе Иисусе нет ни мужчины, ни женщины. Но все одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Дорогие, я понимаю, что я долго раскачивался. Немножко сегодня что-то… Я не знаю сам, почему так получилось. Но я не мог никак донести те вещи, которые вот в колонии проповедовал. Настолько они так вообще лились просто. А сегодня что-то немножко… Я извиняюсь, что-то получилось немного. Я раскачивался. Но я думаю, что все-таки вы услышали самую главную суть послания, которое я хотел передать вам. Все-таки, если у тебя вера Иисуса Христа, то ты уже не на себя смотришь и не на то, что… Если у тебя вера Иисуса Христа, то ты уже смотришь не на себя и на то, как ты думаешь. И как ты… Ну, а я же вот так… А ты уже ищешь, как Иисус думает. Вот где ум Христов, когда ты вера в Иисуса Христа. Если Он что-то сделал, это Его вера, что вот так и будет теперь в твоей жизни. И твой выбор, он всегда за тобой. Всегда. Ты всегда сам выбираешь. Либо змей придет и скажет тебе, а правду ли сказал Бог, что Евангелие Иисуса Христа достаточно на все. И Его веры теперь тебе достаточно. И теперь ты должен выбрать или скушать с дерева познания. А что такое дерево познания? Ты начинаешь просто… Это вирус уже, который попадает, и ты начинаешь думать не о том, что Иисус думает и говорит, а начинаешь думать, как тебе это кажется правильным. Как Адаму тоже показалось. А может, почему Бог у меня что-то скрывает? А ну-ка попробуй, интересно, испытаю. И сразу потерял все. И почему у нас не происходит ничего? Потому что мы вот как Адам, вот там где-то затерялись, заблудились. И причем я сам такой. Я сам понимаю, что в каких-то ситуациях я просто забываю то, о чем я вам сейчас говорил. Просто оно где-то делось, и потом уже прошло, я думаю, Боже мой, а что же я сразу не включил, не вспомнил? Во-первых, ты когда это будешь думать вот так, верой Христа будешь жить, ты будешь в покое находиться. Тебя ничто не сдвинет никуда. Ты не будешь, ты уже там кого-то бояться, куда-то там что-то будет так, а будет так, куда-то бежать там от кого-то. Уже не будет этого вообще. Ты будешь знать, что я здесь, если в Седрах, Месах и Авдинага, в огненной печи вышли оттуда, даже запаха не было, дыма и гари, и даже волосы не обгорели у них, то даже, я вот говорю это, и я верю, что так оно и есть, это вера Иисуса Христа, что даже атомная бомба упадет вот здесь сейчас прямо, все сгорит, все исчезнет, а я останусь невредим, и даже волосы не обгорят, если я в Иисусе Христе, если во мне вера Иисуса Христа. Вот на что больше всего бьет дьявол, чтобы мы ни в коем случае не верили в Иисуса Христа и не имели его веры в себе. Если мы будем уметь и возрастать, он будет просто вообще, все будет уходить. Будут органы вырастать, будут исцеления, будут мертвые воскресать, будут всякие вещи происходить, которые сейчас кажутся чудесными, но для Иисуса, для Бога нет ничего невозможного. И Он говорит, им верующим все возможно. Дорогие, я помолюсь сейчас, просто давайте, давайте сейчас откроем свое сердце и просто попросим, вот каждый попросите благодати, она есть уже, но когда я прошу, то вот я верю, что она уже вот течет. Отец, спасибо тебе за ту благодать, которую в Сыне Твоем, Иисусе Христе, ты излил обильно, излил, вот не мера изливаешь, обилие благодати прямо на мою голову. Вот можешь положить руку себе на голову, можешь просто представить, что это рука Иисуса Христа, и сейчас прямо от Его руки сила течет, обилие благодати течет. Этот подарок праведности, он прямо проистекает через твое сознание, в твое сердце, в твое естество, прямо входит в тебя, это праведность Иисуса Христа по вере Сына Божьего. Он сделал все, потому что он точно знал и верил, что каждый, кто поверит, он получит все благословения, все благословения, которые пообещаны были Аврааму еще, и нам они в Иисусе Христе принадлежат просто так, легко, по вере. Спасибо тебе. Благодарим тебя, Отец наш Небесный. Благодарим тебя, Бог Всемогущий. Благодарим тебя, Иисус Христос, Сын Божий. Тебя чудесный Святой Дух. Твоя жизнь в нас. И ты ведешь нас по этой жизни. И мы ничего не боимся. Мы любим тебя, Отец, потому что наполнены Твоей любовью, совершенной любовью, которая изгоняет всякий страх. Мы наполнены Твоей любовью, и Твоя кровь в нас. Она уничтожила всякий грех, и уже нет греха. Мы святы и праведны пред Тобой в любви, Твоей, Отец. Благодарим тебя за то, что Ты так возлюбил нас. Благодарим тебя. Боже, пожалуйста, сейчас исправляй все кривизны, которые были у детей Твоих. Вот у каждого из нас, у меня тоже, в моей жизни. Исправляй сейчас своей силой, своей жизнью, духом своим, владычественно, проявляйся и просто изменяй все, что было неправильно. Вот так, как будто бы мы никогда не делали неправильных поступков. Пусть сейчас произрастает благо из земли, и с небес пусть течет благо в нашу жизнь, наполняя все, как мы праведны и святы пред Тобой. В Твоем благословении идем по этой жизни, и вся наша жизнь наполнена Твоими благословениями. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Наслаждение — это та жизнь, которую Ты нам подарил, Отец. Благодарим Тебя! Благодарим Тебя! Боже, делай Ты, делай сам все, что нужно, чтобы мы стали такими до конца, чтобы Твоя слава наполнила и переполнила всю эту землю, чтобы мы все сыны и дочери Твои по вере Иисуса Христа были детьми Твоими. И весь мир духовный, небесные, земные, преисподние, физический мир, все видят Твоих детей в нас, Отец. Мы Твои дети, и мы утверждаем Твое царство, где бы ни ступали стопы ног наших. И церковь просыпается, пробуждается, идет пробуждение просто. Приходит реформация, уходят все эти надстройки религиозные, законнические, уходят из жизни, из сердец детей Твоих. И приходит живая вера. Отец, наполняй нас, наполняй Дух Святой. Это Твой дар, дар веры. Пусть Он поднимает нас в небеса Твои, чтобы мы жили в небесах, там, где Ты, и мы в небесах Твоих, здесь на земле. И Ты здесь среди нас. Царство Твое посреди нас есть. Это Ты, Твоя сила, Твоя слава, Твое могущество, здесь, Иисус. Благодарим Тебя, Отец. Прославляем Тебя, отдаем себя в Твои руки, доверяем Тебе, смело идем вперед. Благодарим Тебя. Слава Тебе, Всемогущий. Слава Тебе, Отец наш. Любим Тебя всем сердцем. Благословен Ты, прославлен Ты во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Христу.